Августовская премьера 1987 года. Властелины вселенной. Изнуренный калифорнийским солнцем, люди бредут вечером с пляжей, подогретый алкоголем, сексом и пляжным волейболом. Им хочется зрелищ, и Кэнонфилм их дал. За красивую зрелищную сказку пляжные бездельники, вытряхнули из своих кошельков порядка 5 миллионов только за первые выходные. Боссы студии открыли банковский сейф, готовясь тележками завозить кэш в хранилище. Но в понедельник все вернулись к своим делам, шезлонгам и коктейлям. И забыли про красивую сказку, которая пришла в среднестатистический американский город из другого измерения. Властелины киностудии Йоран Глобус и Минахем Голан негодовали. Как так? Ведь они все продумали и сэкономили на всем, чем можно. Был разработан идеальный бизнес-план. Снять Супермена 4 и Властелины Вселенной. А выручку за киноновинки направить на новый мегаблокбастер студии Человек-паук. Впереди маячило банкротство. Итак, бюджет примерно в 22 миллиона долларов и сборы в 17 с половиной. Поставили жирный крест, в том числе на возможном продолжении суперфантазийной сказки. Так что же пошло не так? Да вроде все у будущего фильма было на месте, словно у сногсшибательной девицы. Актерский состав, декорации, мега красивые спецэффекты и шикарнейшая музыка. Материала и авторских идей было так много, что из черновой версии убрали более получаса, оставив зрителям только самое лучшее. Все знакомы хотя бы чуть-чуть с оригинальным мультсериалом начала 80-х, основанным на серии игрушек Мотел. Продюсеры предвкушали красочный открытый мир и безумное количество идей, которые можно обыграть. Удачный каст актеров, казалось, сам пришел в руки к продюсерам. Исполнивший к тому моменту роль Дракулы Фрэнк Ланджелло уж точно знал, каким должен быть его злодей. К тому же его маленький сын оказался преданным фанатом мультсериала и игрушек, поэтому был самым строгим судьей в домашних прослушиваниях и куратором при подготовке Фрэнка к этой роли. Дольф Лунгрен. Кажется, сейчас довольно сложно представить кого-то другого в этой роли, кроме этого шведа. Дольф признавался, много позже, что работа над этим фильмом была изматывающим кошмаром. Съемки заняли пять месяцев, включая два месяца ночной работы. И так его выметал график, что от предложения появиться в сиквеле он отказался. Высокомерие шведа, пришедшее с годами, наверное, отключило его память. Во время съемок Лунгрен был зеленым новичком, практически без актерского опыта. Говорил с сильным шведским акцентом, допуская невероятные речевые ошибки. Режиссер был так этим спешен, что решил полностью переозвучить деревянного гиганта. Но из-за жуткой экономии бюджета Химен заговорил голосом шведа. Все же должное Дольфу отдать нужно. Почти все трюки в фильме он выполнил сам, включая опасные поединки с мечом. В финальной схватке Скелетер заменил дублер, а Верзива Лунгрен самолично размахивал опасным холодным оружием. Убивать в фильме живых существ ему не пришлось. Владельцы прав, компания Мотел, выдвинули условия. Никаких убийств, поэтому все поверженные Дольфом противники были роботами. Но и к тому же эта фишка смягчила рейтинг, чтобы в кинотеатр пошла шкалота. Украсила своим присутствием и невероятно эффектная в 80-х Мэг Фостер, чьи глаза по ошибке зрителей приняли как фальшивые, украшенные контактными линзами. Но мы-то с вами знаем изюминку этой актрисы. Она натуральная и является обладательницей довольно-таки редкого оттенка глаз. Ближе к середине съемок всем стало понятно, что денег катастрофически не хватает. И решили экономить на всем, буквально в смысле этого выражения. Например, использовались миниатюры и остатки декораций от таких фильмов, как «Бегущий по лезвию» и «Охотники за привидениями». Возможно, именно так фильм приобрел положительную энергетику тех лент. У них ее было с лихвой. Денег, как говорится, нет и держаться уже не было сил. Собрав волю в кулак, все досняли с опережением графика на три дня, элементарно забыв снять финальную битву, которую все же потом досняли в попыхах, заменив скелетра дублером, как я уже сказал ранее. Да и первоначальная радость воплощения мультсериала сменилась горьким разочарованием, когда бюджетик и так вырос от первоначального на 7 миллионов и пришлось срочно переносить место действия на матушку-землю, избавившись таким хитроумным шагом от всех дорогостоящих и странных персонажей из первоначального варианта сценария. Хотя настоящие фанаты раздобыли так называемый воркпринт и пришли в ужас, каких клевых персонажей удалили авторы, например, мальчика-свинью, и поспешили составить петицию, что раз уж пленки ушли в небытие, то пусть хотя бы выпустят коллекционную фигурку. В остальном фильм с горем пополам, но все же удачно перетащили костяк героев из мультсериала. Гримерам удалось создать яркие и запоминающиеся образы и костюмы, которые надолго вошли в память зрителя, а особенно юного. Уж на что точно хватило средств, так это на губозакатательную машинку для Дольфа Лундгрена. Видимо, неспроста он так пренебрежительно относится к этому эпизоду своей карьеры. Еще бы, при удачном раскладе у него был бы шанс въехать в Голливуд на шикарном авто в Ореоле Славы, но кассовый провал ленты перевел его в касту, скажем так, второсортных актеров-боевиков, впечатав его в историю как Ивана Драго из Рокки 4. И где бы он был, если бы не железный слай, который воскресил карьеру Лундгрена своими неудержимыми? Помимо универсального шведа, в фильме засветилась будущая звезда друзей и крика Кортни Кокс. Смотрелась она очень уместно, милая мордашка и честно отыгранные эмоции. И это справедливо, свежо. Кэтрин Мэри Стюарт и так было слишком много в 80-е годы, поэтому молодая кровь это то, что было нужно. Как у идеально сбалансированного, по законам заложенного еще Диснеем продукта, в фильме должен был быть Шут, этакий попугай Яго. С первых минут кажется, что это рыжий гном-изобретатель. А нет. Роль смешного и незадачливого героя, разбавляющего баталии и лазерные взрывы, исполнил лысый Джеймс Толкан, звезда фильма «Назад в будущее». Да и вообще ветеран фабрики грез, начавший свою карьеру еще в 50-60-х годах. И этот парень оказался весьма к месту. Такое ощущение, что его герой, снявшись во властелинах вселенной, попил кофейку и пошел разбираться с Бифом, Танненом и его корешами. Клевый актер второго плана. Интересный момент. Есть в фильме такой герой, Гвилдор, рыжий гном-изобретатель, придумавший штуковину, ключ, позволивший героям фильма путешествовать сквозь пространство и время. Актер, сыгравший это существо, двумя годами ранее побывал в шкуре похожего персонажа в фильме Ридли Скотта «Легенда». Действие также разворачивается в довольно-таки странном и необычном мире. Гномы, исполненные актером Билли Барти, практически неотличимы, но, по крайней мере, имеют очень схожую внешность. Кто знает, возможно, они приходятся друг другу родственниками. Возможно, это микроотссылка к ленте Ридли Скотта. А, может быть, все та же элементарная экономия. И создатели грима просто использовали маски того же размера, что были в фильме Ридли Скотта. Да что говорить. На прокат взяты не только маски и декорации, но и звуковые эффекты. В одной из сцен был использован звук машины «Делориан» из «Назад в будущее». И это официальный факт. Было бы несправедливо обвинять фильм в плагиатах такого масштаба. Существовали и положительные моменты. Сцена на летающих бордах, где Дольф рассекает улицы ночного города с мечом в руке, практически полностью была скопирована в фильме «Горец 2». Ну, утверждать не буду. «Назад в будущее 2» также вышел на год позже «Властелинов». Ну, вы поняли, о чем я. Проклятая экономия. Вы можете себе представить, даже не было второй съемочной группы. Режиссеру приходилось отвлекаться на диалоги, реквизит и улаживать трудовые споры. А между делом придумывать совместно с художниками дизайн роботов, которых должен был крушить химик-швед Лундгрен. А поскольку со временем была беда, то режиссер просто ткнул пальцем в костюм самураев, который и был успешно реинкарнирован в черные доспехи механического мяса. Постановщик, наверное, пожалел, что пришел из анимации руководить кинопроизводством. Вероятно, поэтому больше ничего выдающегося он не снял, практически навсегда вернувшись в мир мультфильмов и короткометражек. Ну что же, «Властелин и вселенной» навсегда вошел в лучшие творения Canon Group. Да и вообще в культуру 80-х. Это далеко не тот продукт, который играет на нотах ностальгии. Довольно-таки смотрибельное кинцо и в наше время. Опять же, фильм совершенно не стыдно глянуть всей семьей. По крайней мере, не будет шуток про секс и внезапных постельных сцен. Несмотря на вторичность и клишированность, кино заслуживает уважения из-за года своего производства. Оно яркое, мультяшное и по-детски наивное. Здесь четко показана грань между добром и злом и еще недоразмытых понятий и толерантных отступлений. Яркое и надолго запоминающееся кино, взявшее все лучшее от постановки про Флэша Гордона, «Звездных войн» и фантастических лент Роджера Кормана периода 80-х. Вместе с провалом картины в бездну вслед за скелетером начала падать и сама кинокомпания в результате обвала фондовых рынков 1987 года. Неуклюжее и бездарное рулевое управление студией сделало свое дело. Но до падения на дно было еще несколько мучительно долгих лет борьбы за право остаться на плаву. Чтобы хоть как-то возместить потери от сиквела Супермена и вастелинов вселенной, быстренько написали сценарий киборга с многообещающей суперзвездой восточных единоборств бельгийского происхождения. Так гласят легенды великой студии. Пик креатива и полета творческой мысли, который пришелся в аккурат на золотое десятилетие.